Глава пятая. Секрет. Много-много лет назад во время свадебного путешествия бабушка и дедушка Биби побывали в Шпрейвальде. Дедушка с тех пор там ни разу не был, и теперь ему пришла в голову идея поехать туда с Биби и посмотреть, каково там зимой. Сам дедушка был там летом, и зимой, конечно, все выглядит совсем по-другому. Однако он ничего не рассказывал Биби об этом месте, и она подумала, что Шпрейвальд – город, обычный город, в котором, наверное, есть свой музей или даже большой собор. На карте Шпрее – это река, на которой стоит Берлин, не очень большая, но в Шпрейвальде она разветвляется примерно на 300 узких каналов, и люди, которые там живут, пользуются этими каналами, как улицами. Летом они ходят по ним на лодках. Когда житель Шпрейвальда хочет добраться из одного места в другое, он садится в лодку, даже если такая прогулка занимает всего пять минут. Ну а что же они делают зимой, спросите вы? Вам когда-нибудь доводилось видеть, чтобы мальчик из мясной лавки развозил мясо на коньках? Или чтобы почтальон ездил на коньках от дома к дому? Или чтобы трубочист катился на коньках на свою работу? Все дети в Шпрейвальде бегают в школу на коньках, а взрослые надевают их, отправляясь в церковь. Дедушке Биби тоже никогда не доводилось такое видеть, и поэтому он был поражен не меньше Биби. По удачному стечению обстоятельств они прибыли в Шпрейвальд в день, когда там играли свадьбу. Вы, наверное, подумали, что дедушка заказал свадьбу специально для Биби, но это не так. Они как раз собирались осмотреть застывшие в мраморной белизне каналы, когда заметили, что все люди идут в одном направлении. Так что, конечно, дедушка с внучкой последовали за ними. Потому что, если уж эти двое совершали свои вылазки, то всегда делали именно то, что им хотелось. А сейчас им больше всего хотелось прогуляться по льду. И так дедушка с внучкой последовали за всеми остальными и оказались у церкви. Вдоль церковной стены уже стоял целый ряд коньков, напоминавший цветочную клумбу. И все, взрослые и дети вошли в церковь. Однако свадебная процессия осталась снаружи. Биби сразу же вытащила карандаш и принялась рисовать. На женщинах было по семь юбок одна поверх другой, и каждая юбка была не меньше трех метров в обхвате. Биби подумала, что женщины в своих оттопыренных юбках выглядят как бабы на чайник. Юбки были самых разных цветов, и поверх них красовались фартуки широкими жесткими складками. На ногах у них были тапочки, обмотанные кусками тряпки. В противном случае женщины бы отморозили пальцы на ногах. У всех без исключения текли носы. Кто-нибудь из гостей то и дело вытирал нос тыльной стороной ладони, но в этом не было никакого проку. Носы продолжали течь. На женщинах были черные бархатные корсажи, туго зашнурованные на талии. А на головах у них были уборы, напоминавшие птиц с распростертыми крыльями и длинными хвостами. Уборы были расшиты прекрасными большими цветами, золотой нитью и кружевом, и с них свисала бахрома. Невеста и подружки невесты были без головных уборов, однако поверх уложенных на голове коз пестрели маленькие венки из искусственных цветов, украшенных стеклянными бусинами. Выглядело это очаровательно. Когда пришел священник, люди из процессии парами стали заходить за ним в церковь. Дети на хорах запели, словно ангелы. Священник прочитал проповедь, но Биби не слушала, она сидела и тайком рисовала, устроив блокнот у себя на колени. И каждый раз, когда священник говорил что-то важное, все прихожане кивали головами, и по церкви проносился шум. Биби сразу вспомнила сказка про диких лебедей. Шум в церкви и вправду походил на звук хлопающих крыльев. Когда священник закончил, вся свадебная процессия зашла за алтарь. Биби прокралась следом, ведь ей интересно все на свете. И когда она увидела, что все кладут деньги в тарелку, она тоже опустила в нее марку. Вероятно, это была плата приходскому священнику. Затем заиграл орган, и все снова чинно-подвое вышли из церкви. Дети снова пристегнули коньки, и взрослые сделали то же самое. Биби как раз собиралась нарисовать жениха в высокой шляпе, как вдруг ее внимание привлекло кое-что еще. Как вы думаете, что она увидела? Перед церковью стояли сани, доверху нагруженные навозом. Запах шел во все стороны, и приятным его никак нельзя было назвать. На куче навоза сидел нелепо одетый человек. Должно быть возниться. Вместо лошадей в сани были запряжены двое мужчин. Лица их были выкрашены в черный цвет. Только вокруг голоса ртов были намалеваны широкие меловые круги. На головах у них были старые потрепанные соломенные шляпы, которые, кажется, лет сто пролежали на свалке, прежде чем их откопали. Их туловище и ноги были обмотаны старыми тряпками и перевязаны сверху веревками. Все, включая жениха и невесту, принялись неистово хохотать, а затем сани рванули с места, но врезались в дерево. И возница оказался на земле в куче навоза. Когда возница встал на ноги, ему поднесли выпить, и сани снова тронулись. Тем временем повсюду слышалась пальба, напомнившая Биби празднование Нового года. На этот раз палили в честь молодоженов. Биби с дедушкой были в таком праздничном настроении, что дедушка нанял большие сани, и они отправились кататься, ведь у них не было приглашения на свадебное застолье. На мгновение Биби показалось, что поднялся шторм, так резво скакали лошади. Кучер ни разу не коснулся их кнутом, по той простой причине, что у него не было никакого кнута. Затем Биби с дедушкой вернулись в гостиницу, чтобы перекусить. После трапезы им вручили по большому леденцу, и дедушка принялся рассасывать свой с таким же усердием, как и сама Биби. Они сошлись на том, что бабушке об этом совсем не обязательно рассказывать. Вечером в гостинице устроили большой бал, и Биби с дедушкой приняли в нем участие. Знаете, во что были одеты дамы? На них были платья огненного цвета и жесткие белые кружевные фартуки. Дамы не стали надевать фартуки под пальто, и, чтобы не помять, несли их перед собой на вытянутых руках, словно длинную палку. В бальном зале на длинных нитях, прикрепленных к потолку, висели сотни бабочек. Они были сделаны из цветной папиросной бумаги и кружились в танцы в потоках восходящего горячего воздуха. Дедушка умел танцевать все танцы без исключения, и он танцевал с Биби до тех пор, пока та не запыхалась. Когда дедушка и Биби наконец вернулись в свою комнату, они жили в крыле, которое располагалось на некотором расстоянии от бального зала. Дверь была покрыта ледяными узорами. В Шпрейвальде было 40 градусов мороза, немецкого мороза, который называется Цельсием. Датский мороз называется Реомиуром, и на несколько градусов меньше. Биби едва могла держать карандаш, ее пальцы не гнулись от холода, так что написала она совсем чуть-чуть. Думаю, дедушка очень славный, я очень люблю его, но тебя и люблю больше всего на свете. И когда я отправлюсь в свадебное путешествие, я тоже поеду в Шпрейвальд, но не зимой.